Сегодня под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мирзияева состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам сферы здравоохранения страны. Простые люди сегодня на конкретных примерах каждодневной жизни видят, а вернее испытывают на себе эффективность реформ, ориентированных в первую очередь на повышение качества жизни. Ведь их счастье, благополучие, обеспечение прав и свобод, приоритет государственной политики и улучшение качества деятельности медицинской сферы так, чтобы люди были ей удовлетворены, одна из важнейших задач. Потому столько внимания сфере со стороны главы государства. Реализуется беспрецедентный пакет мер по ее комплексной модернизации. Принят целый ряд указов и постановлений. Актуальные задачи обозначены перед службой первичной медицинской помощи, экстренной скорой медицинской, частным сектором, направлением обеспечения репродуктивного здоровья. И по целому ряду других отраслей. В республике создано 793 новых сельских семейных поликлиник. Увеличилось число станций и подстанций скорой медицинской помощи до 2102. Только в этом году приобретено 1269 машин скорой медицинской помощи для регионов. На заседании президент озвучил детальный анализ требующих своего решения проблем и недостатков в разрезе территорий. Вопросы нехватки в профильных медучреждениях кадров. Так, прозвучал в настоящее время, по республике имеется потребность в свыше 11 тысячах врачах. Обсудили причины и следствия подобной проблемы. Звучала в эти минуты обоснованная критика деятельности ответственных руководителей относительно состояния материально-технической базы медицинских учреждений. Нехватки пунктов скорой медицинской помощи и аптек при семейных поликлиниках, имеющихся препон в работе частной медицины. Отдельно было отмечено, что несмотря на принятие указов и постановлений президента, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности специализированной медицинской помощи, деятельность центров в регионах не отвечает сегодняшним требованиям. Были детально обсуждены допущенные недостатки в работе республиканских специализированных центров педиатрии, хирургии, урологии, микрохирургии, глаза, дерматовенерологии, эндокринологии, нейрохирургии, в том числе по направлениям подготовки специалистов на местном уровне. Медленное внедрение в практику современных методов диагностики и лечения по раннему выявлению болезней и их профилактики. На сегодняшнем совещании речь шла о подготовке кадров. Подготовке кадров у нас в стране, приглашение специалистов из других стран работать к нам в страну. Это приезд специалистов из Кореи, из Соединенных Штатов, из России, из других стран. Это выезд наших ребят, молодых ребят в другие страны. Я уверен, за этим будущее и в самое ближайшее время мы получим результат. Специализированная помощь должна спуститься до уровня первичного зона здравоохранения. И активно вести ранние выявления, а также профилактики этих заболеваний. Так как в этом направлении мы только-только начали свою работу. Второе, это на уровне области провести такую ситуацию, когда больной, нуждающийся, начиная от первичной медико-санитарной помощи, включая специализированного, высокотехнологичного, он должен получать в области. Это очень сложный, но одновременно для населения, это очень удобный, дешевый, гарантированный государством пакет медицинских услуг, который он должен, обязан получать именно на уровне области. Крайне важным является обеспечение машин скорой помощи с современными средствами связи. И только обеспечение их радиосвязи, GPS-системами позволило бы максимально оптимизировать использование этих машин, и что, в конце концов, приводит к максимальному сокращению времени пробытия машин скорой помощи и оказания своевременной адекватной помощи пострадавшим и больным нуждаемся в скорой медицинской помощи. На сегодняшнем совещании наш президент дал поручение Кабинете Министерства Финансов в наступающем 2018 году продолжить работу в этом направлении, в частности, еще два раза увеличить объем финансирования машин скорой помощи, в стиле их обеспечения медикаментами. В первом полугодии следующего года планируется полностью завершить работу по оснащению машин скорой помощи необходимым медицинским оборудованием и аппаратурой. По состоянию дел в сфере были заслушаны отчеты ответственных руководителей. На совещании для решения обозначенных проблем были даны конкретные поручения, определены стратегические планы, которые предстоит реализовать в первом полугодии 2018. В первую очередь поставлена задача по совершенствованию правовой основы развития нашего здравоохранения. И поставлена задача по подготовке пяти проектов постановления президента, которые охватывают почти всю систему здравоохранения. Также была поставлена задача по совершенствованию законодательных основ и создание проектов закона, который будет затрагивать вопросы трансплантологии, государственного частного партнерства, и также будут рассмотрены вопросы обязательного медицинского страхования. Также рассмотрены вопросы финансирования. И в этом плане мы должны сказать, что если в 2017 году на здравоохранение было выделено 6,8 триллиона сумм, то в 2018 году по прогнозам ожидается финансировано на 10 триллионов сумм. То есть никогда, ни в один год такого не было, мы сразу прибавляем 40% финансирования для здравоохранения. Что касается материально-технической базы, это значит строительство и реконструкция, ремонт в этом направлении. Если в прошлом году было выделено 552 миллиарда сумм, то в 2018 году планируется 803 миллиарда, то есть сразу же идет плюс 45%. Касаемо лекарственного обеспечения, в 2016 году было выделено 227 миллиардов сумм, в 2017 году 376, это было 65% надбавки. А в 2018 году планируется выделить 915 миллиардов сумм, это в 2,5 раза больше, чем в этом году. По созданию материально-технической базы предполагается строительство и реконструкция 290 объектов. В 2017 году было 180 объектов. И особенность заключается в том, что в этом году, если мы в основном проводили строительство в центре и в областных центрах, то в 2018 году планируется проведение строек и реконструкции в отдаленных районах, в Кишлаках. Это один из специализированных центров и, обратите внимание, 23 филиала в областях, 126 поликлиник в районах и 52 районные медицинские объединения будут отремонтированы в 2018 году. Очень большое внимание уделено парламентскому и общественному контролю. Поставлена задача по совершенствованию ежеквартальных отчетов руководителей здравоохранения, в том числе и поликлиник, перед населением, перед сходами граждан по проводимой работе. Внедряется система рейтинговой оценки работников и руководителей здравоохранения, согласно которому самые худшие будут наказываться, а самые лучшие будут поощряться. Что касается специализированной помощи, то в 2018 году планируется наряду с 13 существующими специализированными центрами ввести в строй также Республиканский центр неврологии, Республиканский центр нефрологии и трансплантологии, а также Республиканский центр гематологии. Кроме этого планируется создание филиалов кардиологического, эндокринологического, урологического и офтальмологического республиканского центров во всех наших областях. И нужно обратить внимание, что также планируется создание 300 отделений, рассчитанных на 6200 коек. Это специализированная помощь нашим больным в районах и в отдаленных наших кислотах. В числе обозначенных руководителем страны задачи вопрос подготовки квалифицированных кадров. С этой целью Минздраву совместно с местными хакимиатами поручено в 2018 году пересмотреть целевые квоты бакалавриата, увеличив их на 20% по сравнению с 2017 годом, в магистратуру на 10% и настолько же в клиническую ординатуру. Также поставлена задача по разработке плана комплексных мер по охране материнства и детства с учетом совершенствования оказания перинатальных услуг беременным женщинам, снижения смертности матерей, новорожденных и детей, предотвращение рождения детей с врожденными пороками и наследственными заболеваниями, укрепление материально-технической базы родильных комплексов и детских больниц, оснащение их современным оборудованием, внедрение системы полноценного медицинского осмотра женщин в целях профилактики, раннего выявления и лечения онкологических заболеваний у них. Мы сегодня почему-то разделили вопросы репродуктивного здоровья и вопросы патронажной системы. А большинство контингента патронажной службы – это беременные женщины, это дети, это молодые семьи – все они участвуют в формировании репродуктивного здоровья. Мы выяснили, какие у нас на сегодняшний день есть недостатки в регионах, в системе структуры здравоохранения. И нам были даны указания об срочном исправлении всех этих недостатков. Для приближения высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению со стороны президента были даны такие поручения, как внедрить все современно, все, что имеется на сегодняшний день – информационные и компьютерные технологии. Это в частности создание внешней локальной сети между всеми центрами, которые оказывают медицинскую помощь детям, а также медицинскими вузами, с внедрением видеоконференции, телемедицины, что позволит максимально приблизить своевременную высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь нашим детям. И это и в экономическом плане, и в социальном плане, и в своевременности оказания медицинской помощи послужит необходимой предпосылкой для реализации поставленных задач. Еще одна очень важная задача, на которую уделил руководитель нашей страны – это подготовка кадров. Нужно отметить, что да, на сегодняшний день имеется нехватка в педиатрах, неонатологах. И в этом плане тоже мы будем совместно с медицинскими вузами работать по додипломной и постдипломной подготовке педиатров-неонатологов, которые необходимы для оказания специализированной помощи во всех регионах нашей республики. Детально остановился руководитель страны и на актуальных вопросах дальнейшего развития частного сектора медицины. В 2018 году также будет продолжаться льготное финансирование частного сектора. Для этой нужды будет выделено более 14 миллионов долларов. Это беспроцентный кредит. Также будут в 2018 году созданы 234 новых частных лечебных учреждений. Также рассматривается вопрос аутсорсинга, когда непрофильные для медицины службы, хозяйственные, будут передаваться по государственному частному партнерству предпринимателям. И также было дано задание, чтобы на базе вновь созданной частной клиники под названием Акфа Медлайн создание учебно-лечебного центра, который будет методическим центром для всех частных структур. И также было поручено провести систему лицензирования всех врачей в системе здравоохранения, а также для юридических лиц ввести систему аккредитации. По этим и другим актуальным вопросам дальнейшего развития сферы руководителям страны были даны конкретные поручения.